здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзигет пришел следующий вопрос актуальный для многих занимался коллекционированием монет и банкнот но пришел к вере и понял что это грех ибо очень овладевала мной что лучше сделать с тем что уже насобирал продать или куда-то откласть и забыть нигде не встречал ответа хороший вопрос и сейчас напереглись все коллекционеры от монеты марок до икон и книг потому что если вы не знали то знаете что грех и мышелоимство это не про негуманное ловление мышей а про собирательство по сути про коллекционирование если ты коллекционируешь предметы как крестная моей матушки собрала допустим альбом марок все коллекция закрыта собрала пять корабликов которые помещаются на полочке больше не помещается всем коллекция закрыта собрал еще что-нибудь коллекцию открыток альбом закончился все коллекция закрыта узнала что кто-то из подруг или крестница или еще кто-нибудь занимается коллекционированием сразу подарила ой здорово слушай ты коллекционируешь марки а мне есть альбом марок тематических про животных хочет я подарю конечно все удержи скажите а сама не греши это других заставляет услышать и не надо включать себе фарисея духовного сноба круче всех все остальные в грех в грехе живут если человек еще не готов расстаться своей коллекции не будучи даже при этом христианином то почему бы его не порадовать поделившись самому мы говорим о христианах говорим о том что человек не должен быть рабом ничему не должен иметь пристрастий зависимости ни от чего того что в принципе само по себе не греховно но иногда же пристрастие может быть болезненное когда ты за предмет коллекционирования которого другого человека обмануть я уже молчу про убить всякое бывает игра игра или ограбить или испытывать такую неприязнь к нему тоже кушать не будет хотеться как фильме мимино одному из главных персонажей вот у него есть у меня нету какая катастрофа какой ужас мух задушил бы ведь очень много нехороших качеств появляется в сердце то человека и вот эта страсть обладания реализуется не просто когда я смотрю глазками предметы вожделения в музее хочется прямо обладать ими хорошо поставишь то там на полочку или в сейф или еще куда-нибудь будешь переживать чтобы не украли если такая дорогая коллекция серьезно интересно яйца фабржа или еще что-нибудь дорогое редко будешь честь тешить свое тщеславие вот я выше других потому что смог достать такая замечательная коллекция потом передам государству или обществу передашь хорошо слава богу что и по сей день у нас есть и третякова и морозова которые еще при жизни формируют коллекции произведения искусства которые человека делают глубже утонченней если хотите даже чище и возвышение они не тщеславятся тем что я могу приобрести такую коллекцию другие нет они придут государству открывают свои же выставки да на этом еще зарабатывают это тоже понятно это даже часть бизнеса допустим а некоторые просто хранят где-то в отдельных хранилищах зарубежных государствах туда приезжают раз год посмотреть полюбоваться насладиться это чувством собственничества повысить самооценку что ли и улететь обратно бывают такие занятнейшие истории ничто не должно обладать нами если ты видишь что ты уже себе не принадлежишь вся твоя жизнь построена вокруг твоя коллекция то наверно надо ее бросать может дома хранить можешь раздарить можешь подождать пока детки вырастут и подарить деткам детки обожают как что-то коллекционировать для них часть их жизни и я не думаю что необходимо им это запрещать вот этом шала имста ни в коем случае не собирает им не скрепыши никакие не не динозавриков не машинки не вкладышей это страсть собирательство тщеславие им шалаимство возобладают тобою у юный подаван попроще будьте детки полик по коллекционируют коллекцию соберут и со временем нам также надоест как надоедали предыдущие коллекции им интересно эта игра для них первую очередь не запрещать эти игры хотя можете сказать что вообще коллекционирование то нет не самое правильное времяпрепровождение интересно сам коллекционировал много чего гривал когда мы коллекции крали потому что наш поделиться конечно с одноклассниками что как как она собирал какие коллекции не то что вы потом хопаньки и нету на большой переменке не портфеля не той коллекции там находишь где-нибудь на третьем этаже только учебники с портфелем да да бывает такое потом эх сколько лет и трудов на смарку лучше бы не начинал всяко бывает сколько совершенно бесполезных ненужных коллекций остается у нас которому не знаю куда деть вспомните наши 90-е годы кого чего только не было баночки из-под пива и разных лимонадов пачки сигарет пробки из-под бутылок пустые бутылки даже помню на рынках продавали из-под какие-то заморских алкогольных напитков которых здесь не было и покупали украшали ими серванты не знаю зачем многие коллекции бессмысленно беспощадны но для кого-то это некоторая душина кто-то коллекционирует книги древние да чтоб может быть читает нравится что корешки на полочке выглядит очень солидно не то что корешки современных книг прямо как сзади меня некоторые коллекционируют даже сам в этом виноват каюсь каком-то смысле коллекционируют вообще современную богословскую литературу такого-то издательства такого новые старые красивые не очень большие маленькие наполняешь наполняешь свои полки не знаешь куда их девать а получать все равно как в присказки жил был мних он имел много книг он спал на них и не знал что в них ну зато приходит к тебе гости дорогие батюшки какая у тебя библиотека читал конечно да 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 почитал плюс один балл к твоему тщеславию так что по-хорошему лучше ничего не коллекционировать а если коллекционировать то как можно быстрее эту коллекцию заканчивать но если для тебя это на твоем раннем этапе воцерковление приносит какую-то отдушину в жизни ну хорошо главное чтобы не было как правильно заметили овладевание вами когда уже не ты коллекцию собираешь а коллекция руководит тобой твоей жизнью твоими финансами и вместо того чтобы выплачивать ипотеку покупать еду получше одежду жене покрасивее и попрактичней ты купил любимую коллекцию восполнив ее какой-то редкой редкой монетой которых всего две тысячи штук на весь мир ну зарплату пришлось отдать даже в долги влезть но зато ты ею обладаешь дружище она тобой обладает не ты так что все нам можно но не все полезно все нам возможно но ничто не должно обладать нами пишет апостол павел да не будем мы рабами монет банкнот корабликов единорожков рыбок дельфинчиков флажков пустых коробок из-под сигарет и прочей ерунды которую с собой в царство божие не заберешь а расставаться все равно придется это расставание может быть очень болезненным скажешь господь если в царстве божьем не будут пустых коробок из-под сигарет я лучше буду в аду но с ними и такая возможность тебе может быть предоставлено я вас уверяю почитайте перед сном замечательную книгу клави льюиса расторжение браком она отчасти и об этом внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео